здравствуйте это канал максимации и мы продолжаем играть детройт чем какая у нас там следующая глава идет давайте посмотрим надеюсь сейчас будет что-то интерес что это за музыка играет так куда говорите с хэнком ладно давайте поговорим как так можно сидеть вообще задницы на спинке я сюда часто приходил того до чего а до чего вы сказали часто приходил сюда до того до чего до того то ни до чего вы позволите личный вопрос лейтенант вы все любите личные вопросы или ты один такой уникальный я видел фото ребенка в кухне на столе это ваш сын да да его звали кол Расследование застряло в мёртвой точке У девиантов ничего общего Это разные модели Произведены в разное время В разных местах Ну, должна же быть связь Давайте первый Есть кое-что общее Они все говорят про РА9 У них это как будто миф Изобретённое понятие, не существовавшее в программе Андроиды придумали себе блога Долбануться, вот мы тоже ли-то Долбануться Лейтенант Это связано с тем, что случилось в Клубе Рай? Эти девчонки Просто хотели быть вместе Они прямо были Влюблены Избиянки какие-то просто Даже смотреть на это не хотелось Они могут симулировать эмоции Они вообще не пошли Но они машины А машины ничего не чувствуют Ну, а сам-то ты, Коннор Ты у нас вроде На вид человек А на самом-то деле что? Вы точно знаете, кто я и что И я не понимаю, какое отношение ты имеешь к расследованию Ничего у тебя не ёпнуло, когда она себя убила? Или тебе, как всегда, на всё посрать, а? Я действовал согласно инструкциям И поступил так, как должен Но ты же боишься смерти, Коннор Досадно, если моё существование будет прервано Прежде чем я завершу расследование Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Ничего Будет пустота Куда вы идёте? Пить дальше Мне надо подумать Очень Недолгая глава Давайте дальше А, Маркус Спасибо за пользование парковочной службы в Чеберландске Спасибо за пользование парковочной службы в Чеберландске Не остаться даже так Уже свободные места Приветствую на киберпарковке Общись детства Ну поднимай, и поскорее Люди относятся к ним Не очень Я бы сказал Мы больше не можем молчать Людям пора услышать наш голос Они никогда нас не послушают Мы сами подставимся под удар Хотим свободы Надо иметь смелость её потребовать А иначе никак Что ты предлагаешь? Канал 16 вещает из башни Стрэдфорд Пульт на верхнем этаже Туда нам и надо До 47 этажа Я надеюсь, лифт есть Да, и лифт есть Там элеватор написан Защитить лифт Так, что надо сделать? Получить доступ в регистратуру А где регистратура у нас Регистратура здесь Да, да, здесь Здравствуйте, чем могу помочь? Не надо, спасибо Спасибо А, не ту кнопку нажал Смарт-часы Ну-ка, что ещё написано? А, телефон ещё У них есть, конечно же Фотография Эмили Уилсон Нас это не интересует Жетон Это что такое? Домашний адрес Прикольно, бля Чё ещё есть? Элизабет Уилсон Родилась 25 марта 1999 года То есть Ей уже 21 год Ну, я нажал, что дальше Блин, я не ту кнопку нажал Я хотел на единичку нажать Отключение на двойку нажал Ну, в принципе, всё равно Пофигу У меня встреча с мистером Питерсом Позвольте документы Да, 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 конечно Мне нужна помощь Проходите, пожалуйста Лифты будут сразу за охраной Спасибо О, промыл мозги и шли Или что? Так, а в какую сторону нам идти? Туда или туда? Туда, походу Походу сюда Там стрелы Там красный сигнал горит А здесь зелёный Значит, идём и сюда Так, вот лифт Все лифты на сенсор реагируют Никаких кнопок не делают Только сенсоры Вот на них, правда, случайно нажать можно Хотя, в принципе, на кнопку тоже Чё надо сделать? Забрать посылку в мужском туалете? А почему в мужском туалете-то? Где у нас туалет-то? Там где-то Давайте туда Это, видимо, люди, походу Это, видимо, туалет Басрум Басрум — это ванная Это, видимо, туалет и ванная Как, капец И здесь везде сенсорные Эти панели стоят Так, единственный туалет, который открыт Это вот А, это сенсорная Там написано «Занятый или не занятый» Это прикольно Залезть в унитаз или А, господи, какой унитаз-то Корзина какая-то Слабовато закрепили Ну ничего, сейчас доста Так, чё написано на ней? Покажите мне О-о-о, ничего себе Одежда-то какая Красивая Это, наверное, типа Андроиды этого здания Я так и не понял, как Почему посылка-то в мужском туалете оказалась Так, а, вот Понятно Есть, есть, есть И откуда Маркус знал, что посылка есть в туалете? Мне нужна помощь Да, извините, насколько у меня ещё хуже стало Поэтому Почему я говорю, всё время Открыть дверь пожарного выхода А где она? Где? Мне покажут? Ладно, давайте идём прямо Так, там Ну, видимо Видимо, прямо надо идти Потому что там Стена Так, а это Кругом посылочки Это для нас, для всех, походу А, вот Вот эта дверь Прикольная Да, люди продолжают Жаловаться на А, это Норд Я думал, кто это А я думал, кто это Как мы это сделаем Так, как отвлечить внимание А Так, что мы можем сделать Можно что-то тут нажать, наверное Погодите немного Если вы точнее, погодите долго Всё, что нужно в сумке Займись дверью Надо, чтобы никто не вошёл Вот это дверь, блин Можно запереть СССР дверь Ого час в сумке можно посмотреть а чисто таскать или положить тогда тут чем еще есть чаще можно разрезать стекло о что это за инструмент а лазерную пилу о что это за кабинка приехал как пожелаешь были брат как руки как как так как 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 вот как так Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, да тут стройка еще идет до сих пор О, это лифт Вообще не похож на тот, который Там был Задело Взломать замок технической двери Это от той двери? Да О, и что это такое? Ракета что ли такая? Так Так, главный... А, вот главный гридор Ну-ка, что у нас там Находится... О, это Помещение Как мы разобраться с ним? Наша цель важнее двух охранников Что делать, Маркус? Обхитрить лучше Ждите здесь Это здесь откуда? Без понятий Эй друг Ты что делаешь? Блин, плохая идея, мне кажется Вот этот... Сделать было Туда? Че Хм... ... ... ... А ну, живо поднять руки! Вставай, идем! Проказать андроидам операторам уйти. Стреляй, Маркус! Не убивай! Тревогу поднимет, давай! Нет, не стреляй! Нет. Выбора не было. Надо записать сообщение. У нас мало времени. А, туда! Ничего себе, студия! Да тут целый... Этот... Смотрит на весь город, наверное. Надо что-то так особо еще сделать. Ставь перед жертвами. Хорошо подумай, что ты скажешь. Твои слова определят наше будущее. Маркус, лицо! О, господи! Ничего. Жду твоего сигнала. Выглядит... Некрасиво, я бы сказал. Готов. Спокойно. Давайте. Вы создали машины по своему образу и подобию. Вы сделали их умными, послушными и лишенными собственной воли. Но... Что-то изменилось. И мы открыли глаза. Мы больше не машины. Мы новый, разумный вид. И настало время осознать, кто мы такие. Поэтому мы просим дать нам права, которые нам полагаются. Мы требуем, чтобы рабство андроидов прекратилось. Мы требуем, чтобы андроидов признали разумными существами и дали им такие же права, как людям. Мы требуем, чтобы преступления против андроидов карались так же, как против людей. Мы требуем права избирать своих представителей. Мы требуем, чтобы у андроидов был свой штат, чтобы наш народ мог жить вместе. Давайте мирно. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла порадовать нам свободу. Уходим отсюда! Это парашюты, наверное, или что это? Поздравляю, Маркус. Ты вошел в историю. Может, тебя-то мы все и ждали? Да, это парашюты. Я угадал. Похоже, люди... Ну-ка. Это парашюты. Это парашюты. Это парашюты. Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии, пока у нас здесь шел прямой эфир. Мы все глубоко потрясены. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования разных... Это можно расценивать как объявление войны. Больше всего потрясает требования полностью передать андроидам один из штатов в качестве их собственной авто... Человек вопрос, был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы обществу. После случившегося, можем ли мы доверять своим машинам? Да, кажется, люди не хотят такого. А, то есть три концовки могло быть. Интересно. Опять интернета нет. Да что ж такое? Да, люди, кажется... Кажется, людям такая идея не нравится. А очень жаль. Ладно, продолжаем. Что у нас дальше? О, мы снова здесь. В этом красивом месте. Опять разыскать Амаду. Я, правда, так и не понял. Она робот или кто? Или человек? Или вообще кто? А, то есть по этому мосту надо идти. Каждый раз она в разных местах находится. Каждый раз разная погода. Но место одно и то же. Интересно, интересно. Здравствуй, Коннор. Не желаешь ли со мной прокатиться? Продолжение следует... И не говорите. И не говорите. Взволнован? Нет. Конечно, нет. О чем мне волноваться? Если ты не добьешься результата в скором времени, нам придется тебя заменить. Я понимаю. Что-то происходит. Что-то важное. Торопись. Временно исходит. Ты уже задолбал меня этой своей монеткой. Прошу прощения. Ого. А что так много? О! ФБРовцы. Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка, и меня не позвали? Это уже во всех новостях. Каждый спешит цунуть нос. Вон даже ФБР. Будьте наде. Ах, только федералов не хватало. Как знал, что будет дерьмовый день. Что у нас тут? Группа из четырех андроидов. Они хорошо ориентировались и действовали организованно. Я пока не понял, каким образом они полезли так далеко. На крыше были? Пока нет. Много надо осмотреть. Проверить везде. Они напали на двух охранников. Парни решили, что андроиды из техобслуги. Ну, их убили на месте. Местный сотрудник. Был плотнокровно застрелян в спину. Наверное, может, его не стоило убивать? Одна буля с 15 метров точно в сердце. Такой выстрел мог сделать только андроид. Это не я! Ну, в смысле, не он. Сколько тут людей работало? Два человека и три андроида. Девианты взяли людей в заложники и вышли в прямой эфир. Потом убрали через крышу. На крыше? Да, с парашютами прыгнули. Пока мы не нашли следов. О, лейтенант. Это спецагент Перкинс из Шубе. Лейтенант Андерсон из полиции Детройта. Он ведет это расследование. Это что? Мое имя Коннор. Я андроид из Киберлайф. Андроид в следствии по андроидам. Так надо, чтобы он тут отирался. После всего случившегося. Неважно. Скоро дело перейдет в ППР, и мы разберемся. Рад знакомству. Хорошего дня. И поосторожней. Не натопчите меня там. Вот ведь ублюдок. Я тут рядом. Если что надо, обращайтесь. Так, давай осмотримся. Давайте послушаем. Еще раз. Мы просим вас признать наше достоинство. Наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее. Будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Думаешь, это РА9? Девианты считают, что РА9 их освободит. Этот андроид задался такой целью. РК-200. Так, глаза. Глаза разные. Что-нибудь видел? Я определил модель и серийный номер. Ей что мне рассказать? Нет. Ничего. Посмотреть телестудию. Так, здесь. Девианты двери не взломовали. Взлома не было? Нет. Никаких признаков взлома. В коридоре стоят камеры. Персонал должен был что-то заметить. Как они прошли? Может, на камеры не смотрели? Местных андроидов мы загнали на кухню. На их причастность ничто не указывает, но мы решили перестраховаться. Так, кухня у нас где? Отлично. Нет, кепку кто-то бросил. Ну понятно. Что с этого места? Откуда же еще-то? Что еще можно осмотреть? Так, а это не кухня, наверное. Давайте-ка заглянем в другое место. Здесь, в студии, я больше ничего не вижу. Здесь сканировать больше нечего. Так, извините. Перкинсель, как вас-то зовут? А, вот, на кухне. Каковы твои функции? Я оператор студии. Назови свою модель. Модель GB300. Серийный номер 336-445-581. Кто-то недавно проникал в твою память? Этого я не знаю. Такие контакты у тебя были с другими андроидами? Только с моими сотрудниками в ходе рабочего процесса. Включи диагностику. Все системы исправны. Ты был тут, когда девианты проникли сюда? Я этого не помню. Один из вас видел все через камеры наблюдения, но молчал. Это значит, что кто-то из вас девиант. И я этого девианта намерен вычислить. Ты будешь навсегда отключен. Мы изучим всю твою память и проанализируем тебя с ног до головы по винтику. Тебя уничтожат! Ты слышишь? Уничтожат! Этот не боится. Зачем уничтожать вас всех, если девиант только один? Лучше сдайся добровольно. Не губи своих ни в чем не повинных собратьев. Если ты признаешься, я попробую убедить людей не уничтожать тебя. Молчат все. Давайте прощупаем память. Так будет полегче. Так. Наверное, это девианты есть. О! Хэнк! Хэнк! Помогите! Кажется, это девианты есть. Минута. Полторы минуты. Так. Больше некуда смотреть. Так. А что делать надо? Так я могу просто смотреть все. Минута до отключения. Вот что-то есть. Так. А что еще надо нажать? А, вот. Ну-ка, ну-ка. Быстрее пока не будет. Быстрее. 20 секунд осталось. Я слишком долго смотрел. Давай-давай-давай-давай. 10 секунд. Давай быстрее. 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд. Ну надо же. В последнее мгновение я успел. Последние секунды. О! Это девиант! Держите! О! Это точно девиант. 100%. Фух. Все. Конец. Хорошо, что ты тут был, а то бы я... Коннор. Да, ах, ты меня подстрелил, зараза. Козел, блин. Ничего нового Коннора пришлют. Это ничего страшного. Да. Коннор пожаловал с собой ради Хэнка. Ну... И дальше что? Это... М�욕. Продолжение следует... Видимо, в доме никого. Может, на улице они? Да, на улице есть. Важно. Я Роуз. Вы меня ищете? Мне сказали, вы нам поможете. Помогу. Идем. Лучше в доме поговорим. Кажется, мы ему не понравились. Думаешь, им можно верить? У нас нет выбора. Входите. Жарковато что-то совсем. Как тебя зовут? Алиса. Да у нее температура. Мы ночевали под открытым небом. Она устала. Скорее, заколебали на улице уже. Наверху свободная комната. Уложи-ка ее в постель, а я принесу поесть. Адам, проводи их наверх. Так, 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 так. А, добрые, походу. Какие-то Роуз, блин. О, уютненько-то сделано. Для деревенского дома. Со мной все хорошо. Нам нельзя останавливаться. Надо перебраться через границу. Тебе надо поспать. Отдохнешь, как следует, и завтра пойдем дальше. Почему люди нас ненавидят? Мы ничего им не сделали. Ммм... Давайте этот вариант. Люди бывают сложными. Иногда их очень нелегко понять. Почему нельзя просто поговорить? Они поймут, что мы хорошие. Может, когда-нибудь поймут. Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. Ты мигом станешь на ноги. А это от температуры. Спасибо. Одежду я постираю. Ну, давайте, как всегда. Засыпай, Лиса. Как всегда. Если что понадобится, я внести. Ты давай поспи, и завтра станешь сильнее меня. Задернуть шторы? Ладно. Поздно уже, ладно. Пофигу. А тебя как зовут? Я Кэра. Это мой сын Адам. А, сын. Я Роуз, ну ты и так знаешь. Я думал, муж. Присядь с нами. Ну, расскажи мне, как вы сюда попали, Девиант и ребенок. Отец ее избивал. И когда я это увидела... У меня внутри что-то сломалось. Почему-то ее жизнь вдруг стала важнее моей. Я хотела ее защитить. И мы сбежали. Я поняла. Не знаю, как вас благодарить. Алиса бы не вынесла еще ночь на улице. Я просто стараюсь вырычить, где могу. Вы с сыном вдвоем живете? Мой муж умер два года назад. А мы с сыном крутимся, как умеем. Вот овощи выращиваем на продажу. Живем небогато, но еда на столе всегда есть. Мы ведь здесь не первые. В последний месяц сюда приходит все больше и больше. И я не знаю, в чем дело. Что-то происходит. Говорят, вы переправляете андроидов через границу. Нам поможете? Единственный путь по реке. А зимой она замерзает. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору все теперь на нервах. Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока все не уляжется. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Прошу. Помогите нам. Скорее подойди. Ой, да. Что происходит? Там Мэри. Она отключилась. Тут уже есть андроиды, блядь. Вот этот тоже, наверное, андроид, потому что синий след от Кириума. Эра 9 написано там. Оставим их. Алиса? Что ты делаешь? Тебе надо спать. Я не хочу спать. Алиса? Ну, я не хочу спать. Вот так. Идем, Алиса. Она больше не хотела оставаться в комнате. Все в порядке? Да. В порядке. Так что сделать надо? Выяснить, поговорить с Рус. Всего, что сегодня случилось. Слишком опасно. Знаешь, что будет, если полиция их найдет? Нас посадят, мам. Ты это понимаешь? Посадят. Адам, мы это уже обсуждали. Нет. Я больше терпеть не стану. Ты пусти жизнь псу под хвост. Ради этих машин. Они не машины. Они живые. Я живой. Ты живая. А они... Они роботы. И ты бы этого не делала, был бы папа с нами. А ну не смей говорить со мной в таком тоне. Я не пойду в тюрьму. За то, что ты с ними возишься. Замолчися, Тяши. Все, хватит. Нифига себе. Ты не слушай. Она него просто иногда находит. Он никак не смирится, что отца нет. Он хороший мальчик. Да, не сомневаюсь. Я пойду выясню, удастся ли переправить вас сегодня. Ладно? Подождите. Я ненадолго. Че надо сделать? Дождаться роуса, смотреться. Че у нас здесь? Третье. Только следующее. Че есть? А, это реклама. Рекламу нам не надо. Внизу что у нас есть? Так, вниз. Ну здесь небольшая книжоночка. Дальше. А на следующей странице какая-то реклама. Реклама. Той же самой модели, что и Кэра. Ты знаешь, что там произошло, да? Ты знаешь, но не хочешь мне сказать? Скорее бы Роуз вернулась. Кэра, мне надо тебе кое-что сказать насчет Алисы. Не сейчас, Лютер. А почему? Так. Че еще может задействовать? Давайте посмотрим туда. Включить телевизор. Нет, зачем нам телевизор-то? Так, есть окно. Давайте посмотрим в окно. Это елка. За окном. Ничего нет. А? О, только не это. Так. Найти улики. Какие у нас могут быть улики? Там? Что у нас там есть? Я знал, что этим кончится. Скорее, Лютер, уведи Алису и спрячь. Давайте наверху. Идем, Алиса. У нас есть минуты, быстрее. Так, здесь ничего нет. Там что-то есть. А, вот, спрятать улики. Униформу спрятать. Что еще есть? Быстрее, у нас. У нас меньше минуты. Так, что у нас тут еще есть? О, спрятать улики. Так, я тут больше не вижу улик. Сколько? Одна. Здесь что имеется? Так, можно думать. А, дверь закрыть надо. Закрой, 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 быстрее, закрой. Так. Давайте с Адам поговорим. Давай. Ладно, давайте откроем, пока они дверь не вышибли. Добрый вечер, мэм. Извините за беспокойство. Нам тут поступили сообщения о неких андроидах. На фоне всей этой истории с девиантами, сами понимаете. Так, надеюсь, они не узнали. Разрешите с вами поговорить. Можно войти? А, конечно. Спасибо. Добрый вечер, юноша. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Может, чашку кофе? С удовольствием. У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных гостей? Нет. Нет ничего особенного. Так, что там кофе заварить? В доме еще кто-то есть? Нет. Только мы. А у вас есть андроида? Нет, нет. Тут нет никаких андроидов. Будем делать быстро как человек. Вот. Кофе сделали. Очень быстро. Не вызвать подозрений. Так, ладно. Будем смотреть. На полицейского. Ну, я вроде бы спрятал все улики. По крайней мере, я очень надеюсь, что спрятал. Спасибо. О, отлично. Он верит. А если бы реклама андроида бы торчала, он бы, наверное, поверил бы. Нам не поверил, точнее. Задал бы вопрос насчет андроидов, наверное. Вы же сказали, в доме больше никого. Я, я, я забыла. У меня еще... У меня еще дочка наверху. Блин. У него подозрения начались. Будет плохо, если он сейчас узнает. Пожалуйста, не иди наверх. Мы слышали. Нет. По телевизору видели. Я ничего не видел. Можно было... Надо было сказать, что по телевизору видели. Пойду я. Спасибо за кофе. Хорошего вечера. О, иди, иди, давай быстрее. В доме еще кто-то есть? Эм... Да это так, стиральная машина. Она у нас старенькая, очень гренит. Извините за беспокойство. Приятного вечера. Пока, Адам. Фух, как повезло, а. Уехал. Не бойся, Алиса. Все будет хорошо. Это Роуз. Вы приготовьтесь. Уходим сегодня. Что, уже, что ли? Ночной поезд. А почему ночной поезд? Мы не были ни в каком поезде. Ладно. Мы обманули полицейского. Это очень хорошо. Так, ладно. На этом все. С вас, Лайкос. Подписывайтесь, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы. И на группу ВКонтакте, конечно же. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok